Время нам 12.11 есть три утверждения В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите Все эти три утверждения в одном стихе У нас с вами три вечера В одной конференции И очень хочется, чтобы действительно это было время Когда Господь друг через друга Посредством Духа Святого, посредством Божьего Слова Действительно вдохновлял нас на то, чтобы мы в усердии не ослабевали Чтобы духом мы загорались еще больше И горели, и горели ясно Чтобы тот свет, которым Бог наполняет нас Мы могли действительно нести его в этот мир Приносить надежду в этот мир И чтобы мы могли служить Господу Сегодня есть действительно огромная-огромная нужда в этом мире Чтобы такие люди, как ты и я Наполненные этим светом, наполненные этим огнем Принесли надежду в этот мир Потому что огромное количество людей сегодня Испытывают в этом потребность И у нас будет вечера проходить приблизительно так Начало вечера будет один спикер говорить слово ободрение Потом у нас будет порядка четырех презентаций различных кофе-хаузов Сегодня у нас будет Молдова Ваня поделится, Беларусь, Минск, Андрей поделится Потом Беларусь, Виталий поделится И Черновцы, Игорь Назар Каждый из них поделится по пять Максимум семь минут, чтобы мы могли вписаться в лимит времени Вот, и эти люди, они уже готовы делиться с нами Но начало и конец будут выступать очень хорошие служители Сегодня конференцию начнет Рэбэ или Равин Еврейской мессианской общины города Бердичев Олег Сухацкий Мы дружим уже с 2008 года О, мой на Друзья, если можете, поставьте на беззвучный режим ваше устройство Спасибо вам большое Этот вечер откроет Олег Сухацкий Он Равин еврейской мессианской общины в городе Бердичев Это Украина Потом после него будут четыре презентации И потом пастор Андрей Евгеньевич Петрученко Церковского спасения Сделает завершительное послание Которое, верю, будет большим благословением для нас Поэтому, чтобы я не занимал лишний эфир Я передаю микрофон Олегу Сухацкому А тех из вас, кто не выключили микрофончики на вашем устройстве Большая просьба, поставьте на беззвучный режим Большое спасибо, что вы сразу отреагировали Олег, дорогой, передаю тебе микрофончик Шалом, дорогие друзья Очень приятно быть вместе с вами И большая привилегия открывать эту конференцию И в действительности я очень ценю наши отношения И сотрудничество, и дружбу с Сергеем Гушко И команда Team Challenge И также очень приятно видеть, как говорится, старых друзей и родственников Очень приятно видеть пастыря Андрея Евгеньевича Всех остальных, дорогих друзей из разных городов Да, новых друзей Всем большой-большой шалом Всех, к сожалению, пока только виртуально обнимаем Но, как говорил Сергей, у нас будет возможность Мы обязательно все обнимемся Потому что, знаете, ходила такая шутка, когда только появился скайп Что еврейская бабушка шутила и говорила, что скайп хорошая вещь И гостей дома, и кормить не надо, знаете Поэтому в хорошем смысле слова, как говорится У нас такая большая семья из разных стран, из разных народов И это большая привилегия нам собраться вместе И говорить о Господе, проставлять его имя И вот это дело, которое мы все делаем Вы все делаете, служа на действительности, взятым на смерть Брат Руслан, я вас прошу, выключите микрофон Кто там под миком Руслан Сделайте нам большой-большой подарок Спасибо большое И очень в действительности, знаете, приятно видеть людей Которые посвящены своему делу, которые служат Богу Которые в действительности, несмотря ни на какое время Идут вперед и спасают взятых на смерть Я верю, что на этом есть Божье благословение На этом есть большое Божье помазание Для людей, которые, знаете, ищут погибших Которые служат тем, от кого отказались многие другие И это есть сердце Отца И это в действительности, на этом есть большое отцовское благословение И мы все знаем, что 2020 год, ни для кого-то не секрет Это много раз говорилось, много раз озвучивалось В действительности стал неожиданным вызовом для многих служений Для многих верующих людей Потому что происходящее событие, которым никто не готовился Ни в своих служениях, про них никто не прогнозировал Они несли свои коррективы при остановке Повлияли на веру, повлияли на динамику Повлияли на людей, на служителей, на бюджеты, на планы И, в общем, это внесло свою серьезную корректировку И поэтому я думаю, что очень своевременное название Очень своевременный, ну, как бы, такой месседж о том, что нужно гореть ясно Потому что помимо всех плюсов, которые раскрылись в карантине посреди кризиса Есть и свои минусы И я хочу сегодня поделиться, знаете, таким вдохновляющим коротким посланием Из книги Неемии Потому что я думаю, это будет по Божьей милости своевременно И это будет благословением Я верю так И ободрением для нас Это простая история из первой главы книги Неемии И нам нужно вспомнить коротко контекст В котором происходили события, о которых мы сегодня будем говорить Что это время исполнения определенных Божьих пророчеств После Вавилонского плена Когда народ Израиля, он был изнан туда за свои грехи Да, и как было предсказано пророкам Но также и пророками сразу было предсказано Что Бог уже приготовил свой выход И по истечению 70 лет народ будет возвращен И Иерусалим, и Иудея будут отстроены И вот когда мы читаем о Неемии То мы читаем о времени восстановления Мы читаем о особенном времени И исполнения Божьих пророчеств Когда то, что Господь обещал своему народу Начало происходить постепенно И Неемия, и вот то, что прописано в книге Неемия Это уже не первая волна Было ряд людей, ряд даже целых поколений Которые вышли вперед на разрушенную землю Иудеи Иерусалима Чтобы там начинать что-то делать И это важно, важный контекст того послания О котором я говорю сегодня И второй стих первой главы И пришел Ханани, один из братьев моих Он и несколько человек из Иудеи И спросил я их об уцелевших Иудеях Которые остались от плена и об Иерусалиме И сказали они мне Оставшиеся, которые остались от плена Они находятся там в стране своей В великом бедствии и в уничижении И стена Иерусалима разрушена И ворота его сожжены огнем И очень есть серьезное предположение Разных теологов Что эти люди, с которыми встречается Неемия И у которых он спрашивает О положении в Иерусалиме И о их братьях, о их народе Это те люди, которые откликнулись На Божьи пророчества Которые откликнулись на Божий зов И в свое время вышли из Вавилона Иисус, возможно, это одна из столиц того времени Они вышли в Иерусалим Как бы откликнувшись Божьему призыву Чтобы строить, чтобы восстанавливать Чтобы быть участником исполнения Божьих пророчеств И вот прошло время Прошло время И они возвращаются назад И вы знаете, как мне видится эта история Давайте мы немножко представим с вами Вот что значит 70 лет плена Это значит, что сменилось целое поколение людей Это значит, что эти люди О которых мы читаем Они не были изначально теми, кто жил там в Иерусалиме В Иудее, кто помнили ту славу Которая была до этого Они уже родились в Вавилоне Они уже жили там Их жизни устраивались там У них там появились семьи У них там появились дома Какие-то работы Какие-то дешевты Люди обустроились И вот в один прекрасный момент Звучит Божий призыв Они слышат слова пророка Они видят многих людей Которые зажженные идеей Зажженные Божьим огнем Зажженные Божьим посланничеством Поднимаются со своих насиженных мест Новое поколение Поколение восстановления Которое говорит Мы пойдем Мы отстроим Иудеев Мы отстроим Иерусалим Мы те люди О которых писали древние пророки Мы принесем изменения Мы принесем восстановления И знаете, такой горячий энтузиазм Молодые люди Молодые, зажженные Божьим посланием Они поднимаются с насиженных мест Оставляют работы Они радикально посвящены У них есть видение У них есть вера У них есть желание Шутки, смех, радость И вот они идут Они приходят в Иерусалим И они приходят в место Где развалины Где опустошения Где действует тьма Где набеги и кочевых племен Что значит разрушенные стены и ворота В древнем мире Это однозначно беззащитность То есть нету защиты Нету укрепления И кто когда хочет приходит Набегает, убегает Нету никакой защиты И вот они попадают В эту новую реальность И сначала их сердце горит В их сердце есть видение Они думают Что ну ничего Мы готовы Немножко жертвовать Мы уже пожертвовали Мы уже сделали серьезный шаг Мы будем здесь что-то делать Мы будем строить Нас не пугают эти трудности Но что время Что время День, два, три Может быть год Может быть два года Может быть пять лет Знаете И когда не все так Как ты изначально себе думал Не все так быстро Не все так гладко Трудностей Неудач Не все сразу получается Знаете Может быть Они представляли себе так Что вот они откликнутся На тот зов служения И у них сразу же будет Полное устройство В разных вопросах Но какие-то вопросы Не решались Какие-то проблемы Оставались быть Что-то не получалось Со строительством Противопоставление Противодействие Окружающих народов И прошло время И эти люди Которые вчера Горели божьим огнем Которые Представьте себе Это не были лотари Это не были Знаете Какие-то Ну люди Которым было безразлично Это люди Которые горели Это люди Которые зажглись Которые в действительности Оставили насиженные места Потому что В конечном счете Вавилонский плен Не был таким тяжелый Как египет Многие люди Обустраивались И жили достаточно хорошо И они уже сделали шаг Они начали Достаточно хорошо Они начали Достаточно радикально Они начали Достаточно посвященно Они начали Своё служение С жертв Они не боялись Они не испугались Трудностей Но прошло время Прошло время И какие-то Другие трудности Может быть Неожиданно Для них самих С которыми Они столкнулись И постепенно Что-то Начало происходить С ним Что-то Начало происходить С их верой Что-то Начало происходить С их внутренним огнём Они смотрели на эти руины, они смотрели на эти развалины. И слова пророчества, слова, которые вдохновляли их, становились меньше и меньше, они становились маленькими и такими, знаете, еле заметными. А трудности, с которыми они столкнулись, набеги народов, внутреннее неустройство, неустройство жилищ, неустройство в личной жизни, становились такими большими и кричащими. И в какой-то момент, вдруг, возможно, эти люди дрогнули внутри себя, и они сказали сколько можно. Наверное, хватит. Мы старались, мы верили, мы что-то делали, мы принесли, в конце концов, в жертву, мы сделали какой-то свой вклад. Пора позаботиться о себе. У нас уже нет видений. Может быть, мы перегорели, может быть, мы устали, может быть, еще что-то. Пора возвращаться, пора подумать о семье, о детях, и это нормально. Всему должно быть свое место в нашей жизни, должен быть больший баланс. Но суть в чем, что однажды, откликнувшись на Божий призыв, их вера потухла, они потеряли свое видение, они сдались, они приняли разочарование внутрь себя. И то, что раньше горело внутри их, оно перестало быть таким ярким и движущим. И они вернулись назад. И вот эта встреча в начале книги Неймии, она очень, знаете, значимая и очень важная, я верю, для этого времени, в которое мы живем. Потому что на пути этих разочарованных людей, которые, смотря на разрушенный Иерусалим, в гору, город, где они были, смотря на Иудею, они видели разрушенные стены, они видели сожженные ворота, они видели униженный народ, они видели разруху и унижение. И они встречаются с человеком, человеком, у которого, в принципе, в жизни все окей, все в порядке, он устроен на хорошую работу, он работает во дворце, ему, в принципе, не о чем беспокоиться в отношении своей жизни, его будущее ясно, все нормально у него. И вот эта встреча, два разочаровавшихся человека и один человек, которого все-таки что-то не устраивает посреди его личной устроенной жизни, что-то все-таки не дает ему покоя среди того, что он имеет на теперешний момент. И эта встреча и этот разговор, и Нейме спрашивает, ну как там, как там в том месте, где сейчас действует Бог? Потому что именно об этом были пророчества, потому что именно об этом говорил Господь, что там будет восстановление. И все понимали, что это время исполнения этих пророчеств. И он вдруг слышит о своем народе, он слышит о других людях, то, что передают ему два разочаровавшихся человека. Что интересно, их разочарование было основано на объективных фактах. Они ничего не придумали, они ничего не преувеличили. Они рассказывали объективные факты о том, с чем они реально столкнулись. Объективные факты, которые повлияли на их веру. И они говорили, разрушенные стены, сожженные ворота, униженный народ. Это то, что они видели. Это то, от чего они ушли. И в этот момент происходит нечто невероятное. Мы знаем, я не буду читать, чтобы сэкономить время, что вдруг что-то случается с Неймей. Его сердце сокрушается. Он начинает рыдать и плакать. Он начинает когдатайствовать и молиться. Он начинает поститься. И мы знаем, что потом случается очень серьезный разговор с царем. Очень серьезный, очень рискованный. И когда царь его спрашивает, чего же ты хочешь, Неймей, Неймей говорит четкий план. У него есть план. У него есть видение. Он понимает, что он хочет делать. Сначала была молитва, сначала было сострадание, сначала были слезы, сначала было несогласие с этим разрушением, с этим унижением. И постепенно внутри него был четкий план, что делать, чтобы изменить ситуацию. И вы знаете, вот это два разных взгляда на жизнь, два разных взгляда на служение. Взгляд одних людей, которые в принципе и начинали хорошо, которые шли хорошо, но в определенный момент, которые разочаровались, сдались, потухли, потеряли взгляд и видение. И видели разрушенные камни, которые видели сожженные ворота, видели униженный народ. И взгляд другого человека, который, понимая объективную ситуацию, видя или понимая, слыша о разрушенных стенах, о сожженных воротах, о униженном народе, он увидел в этом великое восстановление. Он видел в этом глазами веры. Смотря и слыша о разрушенных камнях, о разрушенных стенах, о униженном народе, он говорил, я не согласен. Я верю, что должно быть по-другому. Я верю, что Бог хочет действовать сейчас в этом направлении. Я верю, что Бог приготовил свои изменения. Я верю, что я смогу на это повлиять вместе со своим Господом. Я буду молиться, я буду поститься, я буду действовать. И вы знаете, очень важно для нас, для людей, которые имеют отношение к служению кофе-хауса, реабилитации, знаете, посреди рутины служения, которые происходят каждый день. Потому что каждый из нас, мы знаем, каким людям мы слушаем. Мы знаем, что есть предательство, есть падение, есть обман, есть какие-то неудачи, есть какие-то несбывшиеся ожидания. Иногда приходит эта мысль. Я достаточно уже сделал, я достаточно потрудился. И вдруг постепенно мы начинаем видеть вот эти руины. Мы смотрим на жизни людей человеческими глазами, мы смотрим на ситуацию человеческими глазами. И мы хотим вернуться как бы к жизни самих себя, к своей личной жизни. И вы знаете, как важно себе напомнить об этом правильном Божьем взгляде, который был у Неемии, который, смотря на разрушенные стены, на сожженные ворота, видел великое восстановление. И моя молитва и мое ободрение в этот непростой год, который усугубил многие вещи, вы знаете, о том, чтобы глаза нашей веры, они просветились и туман, духовный туман разочарования кризисов, не исполнившихся каких-то личных ожиданий, личного неустройства, может быть, каких-то вопросов, личной жизни, финансовых каких-то вопросов, личных сложностей и вызовов, которые есть у каждого, плюс еще вызов, которые есть вокруг нас, связанный с пандемией. Чтобы этот туман был рассеян и чтобы мы, в действительности, взгляд нашей веры, каждый раз, чтобы мы смотрели этим Божьим взглядом и видя жизни людей, которые разрушены, разбиты, сокрушены, где дьявол поиздевался, где просто есть огромное проклятие и поражение, чтобы у нас был этот взгляд неэмии, это помазание неэмии, великого восстановления. Чтобы когда мы смотрели на людей, которых Бог нам будет давать в этом году, когда мы будем смотреть на те сферы общества и жизни, где сегодня есть тьма, есть разрушение, чтобы у нас включилось это помазание неэмии, это Божий взгляд. И мы увидели то, что Бог приготовил. Чтобы мы увидели глазами Божьего сострадания, глазами Божьей веры, увидели великое восстановление, чтобы в нас поднялось мощное ходатайство, мощное посвящение молитвы, и чтобы мы сказали, мы не согласны с этим разрешением. И чтобы у нас появился четкий план в нашем видении, что конкретно мы будем делать, чтобы принести изменения. Потому что я верю, что каждого из нас Бог помазывает, чтобы мы принесли восстановление, чтобы мы разрушили дела дьявола и принесли великое восстановление. Потому что это Бог главный в каждого из нас. И в завершение я хочу кратко помолиться и благословить каждого присутствующего, каждого служителя в действительности, чтобы это Божье помазание, которое уже есть внутри каждого из нас, это Божье видение, которое есть внутри каждого из вас, это Божья вера и Божий взгляд, который в сожженных камнях, в потерянных людях, видит великих мужей и жен Божьих, чтобы это с новой силой раскрылось, усилилось и зажглось в каждом из нас, чтобы мы горели ясно. Господь, всемогущий Бог, я благодарю тебя за каждого человека, за каждого твоего мужа и жену Божью, которые здесь сегодня, за твоих посвященных детей, которые не за страх, а за совесть служат тебе, которые посвящают свою жизнь, свое время, свои силы, чтобы нести это Евангелие восстановления, эту великую весть о победе и восстановлении через воскресшего Мессию разным людям, которые идут туда, куда иногда простые люди не хотят и боятся идти, и твои дети идут туда и несут свет. Я молюсь за каждого из них, во-первых, с благодарностью, во-вторых, я молюсь, чтобы никакое безбожное давление, никакой туман разочарования, никакая пелена личного неустройства, не похитили ту Божью веру, тот Божий взгляд, то видение, которое ты складываешь у каждого из них. Я молюсь, чтобы молитва и ходатайство были восстановлены у тех, кто в этом нуждается. Я молюсь о том, чтобы в видение и четкий план пришел тем, кто в этом нуждается. Господь, пусть это помазание не имеет, с новой силой, в этом году раскроется служение кофе-хаусов, служение реабилитации, других служений, связанных с этими служениями, чтобы в действительности на следующем году конференции мы говорили о том, чтобы там, где вчера были руины, благодаря твоему вмешательству через наше посланничество, когда ты посылаешь нас, пришли изменения и восстановления. Боже, дай нам взгляд сверхъестественной веры и дай нам не бояться идти и принести твое восстановление изменений. Во имя Ишуха, во имя Иисуса. Аминь. Друзья, благословляю вас, люблю, вы делаете большое дело, не сдавайтесь и не останавливайтесь. Спасибо. Спасибо, Ребе Олег, спасибо большое. Это было очень-очень важное слово ободрение и предостережение в тот же момент. Я очень-очень надеюсь на то, что каждый из нас в разных городах и странах мы смогли что-то для себя услышать. Аминь, братья и сестры. Нам так важно время от времени напоминать себе и друг другу о том, чтобы у нас были глаза веры. Потому что действительно реальность, которую мы видим сегодня, она порой не совпадает с Божьей реальностью. И если мы не будем иметь с вами глаза веры, а будем смотреть как вот эти двое ребят, то мы можем очень быстро разочароваться. Спасибо большое, Ребе. Это было очень важно слышать это послание. Друзья, чтобы я не забирал много эфира, я хочу сразу дать возможность поделиться некоторым из наших братьев или сестер, сделать такую короткую презентацию по пять, максимум семь минут. И у нас сегодня Молдова Ваня выступит первый, потом Беларусь, Минск, Андрей, потом Беларусь, Виталий и потом Черновцы, Игорь Назар. И пусть, знаете, вот когда мы сейчас будем слушать, пусть это будет ободрением и вдохновлением для каждого из нас. Потому что мы в наших городах, в наших странах проводим это служение. У кого-то сегодня есть больше успеха, у кого-то возможно меньше. У сегодня служение официально временно приостановилось и может быть как-то немножко по-другому вы служите. А у кого-то продолжается так же, как это было и ранее. Мы все переживаем какие-то различные сейчас изменения. И очень здорово будет, когда мы сейчас сможем услышать вот отклики или отчеты, свидетельства. Мы просили, чтобы вот каждый кофехаус мог поделиться, как пандемия повлияла на ваше служение. Какая ваша активность за последний год. Может вы делаете аутрич на улицах или в метадоновых клиниках. Может быть вы проводите кофехаус или возможно вы сегодня как-то по-другому изменили как-то формат, исходя из той реальности, которая сегодня у вас есть. Сколько человек посетило ваш кофехаус или сколько человек вы встретили на улице в метадон-клинике, на вокзале и так далее. Сколько человек вы смогли отправить на реабилитацию за последний год. И какое-то одно или два свидетельства, связанных в служении. Давайте сначала послушаем Ваню из Team Challenge Молдова. Ваня, передаю тебе микрофон. Если ты можешь 5-7 минут вложиться, будет очень здорово. Да, это хорошее слово «если». Я постараюсь, конечно, слава Богу. Во-первых, хотим поблагодарить за организацию этой конференции. Хотелось бы, конечно, увидеться воочию. И верим, что Господь даст нам возможность в следующем году. Тем не менее, спасибо вам за вашу верность и за то, что вы все это организуете. Спасибо за слово, которое мы сегодня слышали. И хочу тоже ободрить вас тем, что происходит у нас. В начале года, или вернее до этого карантина, до пандемии, у нас как бы в нашем содружестве, нашей церкви звучало слово из Исаии, где Бог говорит, что я творю все новое. И об этом мы проводили лагерь, где это говорили, то есть каждый день на протяжении недели. Это звучало на евангелизации. Мы зажглись этим словом и ожидали нового. Но толком не знали, что что-то новое будет. А потом пришла пандемия. И это было реально что-то новое. Что-то что мы... Может быть, не ожидали, но и наше служение. Тоже круто, если там с какими-то лотеренцами ходишь мне до голоса. Слышно, да? А планшет там? Получается, планшет 60 тысяч. Братья, выключите звук, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Слышно, да, нас? Хорошо, да. И... Ждем, пока выключатся микрофоны, чтобы понять, если нас слышно или нет. Вас слышно, говори, говори. Можно говори, да? Да, слава Богу. Вот. И, конечно же, эта пандемия повлияла на служение сильно, потому что в начале карантина нужно было все закрывать. Нельзя было собираться, нельзя было, ну, больше трех человек. Поэтому мы на какое-то время закрыли и кофе-хаус, и наши реабилитационные центры, мы никого не брали на реабилитацию, только ребята, которые уже были, они там продолжали жить. Какое-то время мы вот были в таком формате, естественно, наши служения перешли на онлайн, и мы просто были в ожидании, что будет происходить дальше. Постепенно мы начали, возобновили наши, ну, наши вот эти кофе-хаусы, работали, но тоже с какой-то опаской это была уже другая форма. То есть мы уже переключились, это было просто больше, наверное, встречи, ну, ребят, да, где мы могли просто общаться с ними, служить. То есть такая очень простая-простая форма. Мы снимаем, мы арендуем там помещение, поэтому нам было сложно, довольно сложно оплачивать это. И слава Богу за хозяев, которые пошли нам навстречу, и несмотря на то, что в пол цены. Вот. И тоже был момент у нас с братом, который был ответственный за служение кофе-хаус, который жил там непосредственно, потому что это соседний город, и там у нас в перспективе было открывать адаптацию, и там есть как квартиры, и он жил там. Но через какое-то время возникли проблемы или определенные трудности, он покинул это служение. И, конечно, это тоже на нас повлияло, как-то нам нужно было все перестраивать, перестраивать все служение. Но слава Господу, потому что Господь, Он не оставил, Он дал нам возможность как-то перестроиться и двигаться дальше. Вот. И на сегодняшний момент есть братья, вот мы вместе находимся, Сергей, который тоже когда-то пришел через кофе-хаус к нам, и он пришел с метадоновой программы, и он тоже был на винте, у него были проблемы с остеомелит, это съело его лицо, и когда он пришел, был назначен день, когда он должен был прийти, чтобы послать его в репцентр, и он опоздал где-то на полчаса, мы думали, что он не придет, но просто он еле дошел, он не мог дойти. Когда он дошел, нам нужно было вызвать скорую, потому что он был весь в крови, и все потекло, что-то, такие детали, может быть, неприятные, но мы хотим прославить Бога через это. И знаете, когда он пришел, он дошел, мы вызвали скорую, потому что он был весь в крови, околавленный, все все потекло, врачи пришли, его взяли в больницу, там, перешили, ну, привязали, все такое. Потом мы все-таки смогли его взять в репцентр, это было долгое восстановление с его здоровьем, но Господь реально восстановил его здоровье, коснулся его, и был такой день, когда мы вдруг заметили, что Сергей, он несет сколько, 40-50 килограмм, мешок 40-50 килограмм, и он бежит уже быстро, и все поменялось, слава Богу. Господь коснулся его, и у него появилось это желание, желание служить, желание как-то быть полезным. И сегодня произошли эти перетурбации, теперь он там, в этом кофе-хаусе, куда он однажды пришел, вот, и постепенно он поднимается, есть ребята другие, которые помогают, которые как-то тоже, ну, наша команда, ребята с репцентра, которые ездят туда и служат. Поэтому, слава Господу, за это. У нас закрылось, потому что мы посещали метадоновую программу, и какое-то время мы тоже не могли посещать, ребята принимали, им давали нам неделю домой. Сегодня мы несколько раз в неделю ходим туда, ну, как бы на улице, они собираются после того, как они пьют метадон, они прямо там на улице собираются, общаются, мы там тоже с ними разговариваем, потом приглашаем их к себе на кофе-хаус, и там мы проводим с ними также беседы, общения и так далее. У нас был открыт доступ в наркологическое отделение, и из этой пандемии сейчас мы не можем туда приходить, но врачи как бы направляют, то есть были несколько случаев, когда нам звонили, направляли людей оттуда тоже. На сегодняшний день пока эта дверь еще до нас закрыта. Мы верим, что Господь тоже ее откроет, потому что это наркология, куда съезжаются нарко- и алкозависимые с севера региона Молдовы. И у нас есть там хороший контакт. Но надеемся, что Господь даст нам возможность и там продолжать служить и все это Его Слово. Вот. Мы, да, начали сейчас вот больше тоже посещение по домам, ребят, потому что наши ребята тоже много бельских, это город, где очень много наркозависимых, и сами ребята оттуда, и они возвращаются назад. Вот есть тут Андрей с нами тоже, он тоже прошел через кофе-хаус, он приехал потом в реп-центр, пошел реабилитацию. Сегодня он тоже, он живет еще в реп-центре, служит, помогает, он скоро хочет жениться. Слава Господу, это тоже чудо для нас. Верим, что женятся и будут вместе служить Господу. И сестра, на которой он хочет жениться, это тоже сестра, которая, которая прошла реабилитацию когда-то, 4 года назад, и она была частью команды кофе-хаус. Временно она сейчас пока, ну, больше работает, но она тоже наша возлюбленная сестра, поэтому это божьи чудеса, и мы благодарим за это Господь. Вот, они тоже, он тоже с методона оттуда, с методонной программы мы там больше встречались. Сегодня они посещают там ребят, знакомых, бывших друзей. И через такие вот посещения, свидетельства, да, мы как бы достигаем ребят. мы раскидываем очень много объявлений по городу, почтовые ящики нам через интернет. И мы видим, что это тоже работает, потому что звонят очень много матерей. Звонят родители, дяди, тети, и обращаются к нам, чтобы взять на реабилитацию ребят. Вот. Да, до этого у нас тоже было, мы работали на базе кофе-хауса, мы работали с созависимыми, пока мы тоже это прекратили из-за того, что это больше категория людей за, ну, там, 60 в основном, и это зона группа риск. Но верим, что и к этому мы вернемся. Еще у нас, а, в этом году, несмотря на пандемию, мы запустили адаптацию. Правда, у нас сейчас как бы был парень, был мужчина. Пока сейчас это так чуть-чуть тоже в процессе. Верим, что будет больше ребят на адаптации, будет как-то работать больше. Вот. Много было посещений ребят. Нам, к сожалению, тяжело подсчитывать людей, сколько у нас было из-за того, что мы все перестраивали, все было как-то так сумбурно. Но сегодня мы вспоминали, почитали, где-то 26 человек. Мы направили в наши реб-центры, потому что наши два реб-центра. В Олештах. Это городок, где мы живем. И под Кишиневым ребята наши. Другой реб-центр, где тоже вот там адаптацию они начали уже больше года, наверное. И кофе-хаус начали там в Кишиневе. Вот. Тоже он в таком зародыше, да. Ну, там есть хорошая почва. Там наши хорошие ребята. Они тоже служат там Господу, наши братья. Вот. И мы посылали, мы сотрудничаем со многими ребятами, со многими реб-центрами по Молдове. Поэтому наши центры забиты были. И мы посылали из наших кофе-хаусов, мы посылали в другие реабилитационные центры. Верим, что будет плод, и эти ребята будут спасаться. Поэтому слава Иисусу Христу. И вам благословение. Аминь. Спасибо, Ваня. Спасибо большое. Вообще здорово. Очень круто слышать такие хорошие отчеты и свидетельства. И я так понимаю, что ряд людей, которые сидят сейчас возле тебя, это в принципе продукт вашего служения. Слава Богу. Круто. Слава Богу. Мы очень рады за вас, ребята. Мы очень рады, что Господь вас нашел через миссию Team Challenge. Что они горели, горели ясно. И вы отреагировали на этот Божий свет. Спасибо большое. Очень здорово. Класс. Супер. Супер. Я думаю, будет хорошо, если сейчас мы сможем услышать Андрея из Минска в кофе-хаус. И если вы сможете, Андрей, пять, максимум, семь минут, это очень сильно поможет. Андрей. Приветствую всех нас. Слышно? Да, да, да. Рады всех видеть. Здесь не вся наша команда, но кто смог, сегодня некоторые люди болели. Некоторых там по каким-то обстоятельствам не получилось. Вот. Но мы рады всех видеть, рады быть частью большой семьи кофе-хаус. Всегда с радостью вспоминаем то время, когда мы были все вместе, когда собирались в Виннице. Это всегда очень теплые воспоминания. И очень скучаем по этому времени. Верим, что Бог все восстановит, что будет у нас еще эта возможность собираться на вашей территории, может на нашей. Пусть Бог благословит. Благодарим, конечно же, за приглашение. И хотелось бы ответить на первый вопрос. Как пандемия повлияла на наше служение? С чем мы столкнулись? Столкнулись с тем, что нельзя собираться. Столкнулись с тем, что закрылись наркологии. Руководство церкви тоже нам там приостановило хождение на улице. То есть мы тоже не могли на улице ходить, на уличное служение. Вот. И как-то Господь нас в это время перенаправил. Перенаправил в чем, что мы начали заниматься таким служением, как помогать. Помогать ближним, помогать верующим людям, помогать семьям, которые имеют какие-то нужды, собирали деньги, покупали пакеты, развозили, то есть кому-то что-то в больницу привезти. Потому что, когда очень многие были на карантине, даже у некоторых этой возможности не было с дома выходить. Потому что у нас все это контролировала милиция. и нельзя просто даже выходить. И также вот всем этим мы служили неверующим людям. И в это время мы собирались в церкви. Нельзя было собираться, мы собирались в кафе, молились, думали, как мы можем послужить, как мы можем послужить людям зависимого поведения. И второе, у нас не было служений где-то ровно два с половиной месяца. То есть, ну и сказать, что посещаемость у нас после этого как-то подупала, то нет. Постоянно были новые люди, постоянно были ребята, которые ехали на программу. И параллельно у нас также вот ведется работа с матерями, с женами зависимыми. И мы также видим в этом необходимость. Особо сейчас, знаете, иногда просто ребята возвращаются с программы реабилитации и возвращаются в семьи, где люди их просто не понимают. Где просто дают им таблетки, дают им наркотики, даже и родители. Представляете, это приводит к падению. Поэтому сейчас у нас так вот видим в этом необходимость, чтобы служение созависимости, созависимых также развивалось в этом направлении. Обязательная работа тех, кто находится на программе, да, чтобы обязательно работа была с женами, с матерями. Вот также параллельно проходят амбулаторные реабилитации, где люди, которые не могут поехать в центр, они также амбулаторно в церкви проходят программы. Сколько человек посетило, сколько встретили на улице. Знаете, мы служили вот на метадоновых кабинетах, и там, в принципе, как у вас, то есть постоянно одни и те же лица. То есть постоянно, ну, кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то умирает. Наверное, все как у всех. Вот на уличное служение мы также ходим, но мы там как-то не записываем, просто общаемся с людьми, молимся за них, рассказываем, что есть Христос, что есть выход, что есть свобода. Вот на кофейне также мы в прошлом году, в начале прошлого года записывали, потом опять перестали после того, как сняли карантин. Поэтому, чтобы не обманывать, не портить статистику, вот я бы хотел сказать, что вот с этого с начала года мы опять начали вести. И вот могу сказать, что за последних пять кофе-хаусов, которые были у нас в этом году, то есть у нас пришло десять новых человек нас посетило, пять человек покаялись, и два человека поехали на программу реабилитации. Вот к нам в последнее время стало приходить как-то очень много людей, которые даже почему-то в принципе не связаны никак с зависимым образом. То есть приходят какие-то девочки-визажисты, блогеры, есть какие-то бизнесмены к нам приходят, и такое вот небольшое тоже свидетельство, к нам пришел человек, у нас есть такая большая компания, застройщик в Минске, А100, и вот этот человек является там чуть ли не замом архитектора этой большой компании. И когда я его увидел, я бы даже не сказал, что он зависимый человек, но представляете, вот он сказал, что у него проблемы с алкоголем, и он понимает, что вот-вот он, она перейдет в серьезную зависимость, и он начал посещать нас. И для меня, знаете, тоже было свидетельство, когда он пришел со своей девушкой, они посидели у нас на кофе-хаус, послушали, и в конце подходит и говорит, у меня сегодня юбилей, 45 лет. И вот мы решили мой юбилей провести у вас на кофе-хаус. Я понимаю, что они могли пойти в ресторан, они могли где-то, может быть, провести время по-другому, но они посчитали, что это время будет ценнее. Вот, и также к нам однажды пришла девочка Юля, она даже не была сначала кофе-хаус, она пришла на половину служения, такая вся красивая, нарядная, по ней тоже не сильно скажешь, что и наркоманка, я бы так с виду бы сказал, что даже не нагулялась. Но, знаете, в конце недели этой она уже поехала на программу, то есть она буквально полслужения побыла, и вот уже где-то полгода она проходит программу реабилитации. Вот так вот как-то Бог у нас действует. Слава Богу, чтобы не задерживать время также. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Вообще круто. Очень здорово слышать такие отклики, такие свидетельства. Я бы хотел попросить во Львове там, может, какой-то братик, чтобы мог совершить, где вот Юра Вознюк, вот кто-то из вас, мог бы подойти и совершить молитву, помолиться. Мы все согласимся за служение кофе-хаус в Молдове и заслужение кофе-хаус в Минске, Беларусь. Могли бы вы так совершить молитву вслуха? Мы вместе согласимся. Да, да, скажи так. Отец Небесный, мы приходим до Тебе в имя Иисуса Христа. Боже Милосердный, мы дякуем Тебе, Господь, за те, что Ти пришел в наше життя, за те, что Ти спас нас, Господь. Витянул нас из такого болота, Господь, очистил умы, Боже, Иclasseeету нас из тех, кто любит людей и любит Тебе, Господь. Боже, спасибо Тебе за это служение кофе-хаус, за все навык и сестер, Господь. Мы молим и просим на Тебе благословены надалее это служение, Боже, чтобы через это служение Для теста дел應該 больше и больше людей, official человек, которые не знают выхода, которые им трудилось жить, Господь, которые не знают, как им дальше будет. Чтобы через это служение люди проходили до Тебе, Господи, и прославляли Твоей Святая Им anger. Боже, благослови братов в Минске и Молдове, чтобы их служение развивалося, чтобы люди приходили через кофе-хаус до Тебе, приходили в церковь, познавали Тебе, Господь. Благослови братов, которые служат на цели, благослови тих, которые организовали это служение, тих, которые еще будут подключаться в это служение кофе-хаус, Боже. И поставь своим защиту, Господь. Боже, дай нам мудрости своей, как правильно, как с любовью служить людям, Господь. Чтобы мы просто их любили, Господи. Дякую тебе за все. Мы славим и величаем тебе. Единого Бога, Отца Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Я надеюсь, никому переводчик не нужен. Надеюсь, что все имеют дар иных языков или толкование иных языков. Слава Богу. Слава Богу. Очень здорово, что мы можем разные народы. Украина, Молдова, Беларусь, другие страны. Мы можем вместе быть, как одна семья. И можем вместе служить Господу. Спасать взятых на смерть. Слава Богу. Спасибо Юра Сальвова, что совершил молитву и все остальные, что поддержали. Я хочу сейчас тогда дать микрофон. Виталик, наверное, да? Тоже кофе-хаус Беларусь. Виталик, если ты сможешь 5-7 минут, включи себе таймер, да? Давайте послушаем еще один кофе-хаус, который находится тоже в Баруси. Но, я так понял, наверное, в Барановичах. Так точно. Меня слышно? Да, да, очень хорошо. Говори, дорогой. Благодарю вам, благоценные братья. Очень рад видеть всех. Всех обнимаем, любим и ожидаем встречи. Очень сильно. Потому что последняя встреча в Виннице зажгла очень сильно меня лично и всю нашу команду. Горим огнем, пылаем до сегодняшнего дня. И об отчете. Как пандемия повлияла на наше служение? Ну, не очень она сильно повлияла. Служения у нас не останавливались, проводились по плану только в наркологию. Из-за пандемии перестали впускать команду. А так мы проводили все служения во всех местах. Это в Барановичах, в кофе-хаус, в новой жизни, в Шевели, в церкви, где я служу. В Ляховичах проводили, в Туховичах проводили, помогали проводить кофе-хаус служения. Поэтому, может быть, она реорганизовала немножко эту пандемию, а так она на нас сильно не повлияла. Страха больше Божьего нагнала на людей, и нас к строгости какой-то привела. Какая активность за год в нашем служении прошла? Ну, так скажу, провели служение, как конференция, может быть, служение «Дом отца» для команд кофе-хаус. Были около 80 человек, также из Минска и других городов Белоруссии. Потом мы оказываем помощь в проведении и открытии новых служений кофе-хаус по району, в небольших поселках для церквей, которые видят нужду в этом. Да, принимаем участие командой, кто имеет время свободное, они с радостью ездят и служат. Да, вот буквально в этот вторник нам разрешили в «Доме ночного пребывания» проводить также служение, общение с людьми, которые потеряли место жительства и попали в сложные ситуации. Там большая часть – это пенсионеры и люди уже зрелого возраста. И слава богу, в нашей команде, так я посмотрел, сейчас вот пока слушал, у нас воскресенье – это планерка, молитва, понедельник – это шевели, вторник – это барановичи, дом ночного пребывания, среда – это служение, общее церковное, четверг – это опять кофе-хаус, барановичи, пятница – это церковная молитва общая, суббота – день покоя. Поэтому активность у нас, я думаю, очень даже хорошая, да, и слава богу. Третий вопрос, который… Сколько людей посетило наше кофе-хаус? Ну, мы не ведем подсчет людей, посещают 10-15, там, да, в шевелях, как бы, постоянно, там, 5-6-3 человека приходят. Ну, в деревню это, знаете, там, 100 человек жителей, да, город – это 180 человек жителей, 180 тысяч человек, да, и в нашем городе, я вот сидел и слушал, да, у нас католики подобное служение проводят. Они там людей и моют, и одевают, и кормят. Я слышал отчет одного ксента, который говорил, 40 семей они кормят в городе, которые не имеют пропитание, 40 семей. Православная церковь также, имея общение с православными священниками, также проводят подобное служение, только, ну, не так общаются, но они служат людям. Также одевают, кормят, помогают и оказывают какие-то там помощь, да, духовную, психологическую, материальную, по своим способностям и по своему, какому-то, откровению. В нашем городе, только вот тоже в наших евангельских церквях, в трех церквях тоже есть кофе-хаус, да, только у каждого по-разному называется, рука помощи, там, не помню, как они там, истоки, наверное, да, кофе-хаус. Тоже много людей приходит и много людей, как бы, отправляют вот на реабилитацию желающих. Вот, поэтому сложно говорить, сколько приходит, людей много приходит, но, слава Богу, что они приходят. Да, лично наше кофе-хаус Барановича отправило четыре человека в этом году на реабилитационный центр. Да, свидетельство, какое можно рассказать вообще, ну, вот в нашем служении в моей церкви в Шевелях, да, мы увидели, как бы, каждый год я ищу какую-то новую волну, новое откровение, понимание, что нужно, вливание какого-то, да, нового вина, можно так сказать, в мехи наши, да, что делать. И в этом году оно, само собой, как-то открылось. Люди уже за два года, как бы, томятся, мучаются, не могут переступить через себя, да, чтобы прийти в церковь, начать общение с Богом самостоятельно. Что произошло? Духовный мир начал для людей открываться, да, они начали видеть бесов, они начали видеть где-то каких-то, ну, демонические какие-то воздействия на людей. И они начали более открываться и более просить помощи, и поэтому мы призвали людей, которые, сведущие в этих вопросах, которые консультируют, которые молятся, которые молятся за освобождение от демонического воздействия и последствия этого. И мы видим результаты, люди просто оживают и, как бы, с радостью бегут на служение, как бы, кофе-хаус, и в служение приходят. За это, слава Богу. Оказываем также помощь семьям, которых забрали детей. Вот недавно тоже был суд, дали им испытательный срок, месяц, вот, и потом будет решение, отдадут им ребенка в семью или не отдадут. Также негативные есть моменты. Человек, который уже два года, как с Господом даже, пришел через кофе-хаус, забрали ребенка у нее, да, мы молились, трудились, делали все, что могли, ребенка вернули. Но в процессе всей жизни, как бы, суеты, искушений и греха, ребенка опять забрали. И вот буквально на днях забрали ребенка, и через месяц будет суд. Суд будет решать, отдавать этой женщине ребенка или не отдавать ребенка в эту семью. Вот такие служения, такие движения, такой огонь в наших сердцах годит от Господа. Делаем, что можем, что видим, не оставляем без внимания ни одной души, которую Господь приводит в наше служение и к нам на глаза. Рад был видеть, рад был пообщаться и какой-то отчет составить для вас и пред Господом. Пусть Бог благословит. Рады будем встречи, рады будем видеть. И, наверное, еще забыл еще сказать, что в этом году мы уже будем проводить, разговаривая с епископом Брестской области, будем проводить для всех команд Кофехаус конференцию, тоже именно для команд Кофехаус по Брестской области. Про Минск не забудем, пригласим вас. Так что, братья, мы будем рады иметь общение духовное и дитископ. Пусть Бог благословит. Слава Богу, спасибо большое. Спасибо, спасибо, очень здорово. Приятно слышать, что, несмотря на какие-то там, может быть, маленькие цифры, да, в отличие от больших городов, но вот ваша верность, ваше служение очень сильно цепляет и ободряет, и вдохновляет многих из нас. Спасибо вам большое за вашу верность. Пусть Господь вас дальше благословит. Я хочу сейчас еще дать Игорю Назару с Черновцов поделиться, а потом попрошу нашу одну сестричку совершить молитву и за Кофехаус в Барановичах в Белоруссии, и за Кофехаус в Черновце в Украине. Игорь Назар, если ты сможешь 5-7 минут поделиться, поделись с нами, что Господь делает через служение Кофехаус в таком прекрасном, красивом, одном из, ну, правда, очень красивых городов Украины под названием Черновцы. Передаю тебе микрофон. Спасибо. Ну, пандемия, конечно, как бы вначале мы и помещение потеряли, потому что нам предоставляла церковь, и как бы те церкви, которые нас финансово поддерживали, сказали, друзья, ну, пока мы не можем. И был такой момент, конечно, как это сказать, простите за выражение, стрёмный, да. И, ну, мы пошли на улицу и взяли самовары, которые были, там еще подсобирали и начали проводить служение на улице. И Кофехаус мы где-то до трех месяцев делали каждую, только день сменился, делали на улице. И что, что, что произошло? Несколько таких хороших свидетельств. Во-первых, Бог открыл источники финансирования, то есть человек на другом конце света звонит, говорит, слушай, я в две недели спать, мне трудно, вы все время вспоминаю вас, хотя мы лет 20 не общались. Вот. И говорит, ну, я заключил с Богом завет, то есть он едет назад пустой, без груза, он водит трак, трек, трак, или как правильно сказать, вот. И вот если, говорит, Бог мне будет давать груз, то я эти деньги буду давать вам. Вот. И вот он, мы машину купили, то есть в момент карантина этот транспорт был очень важен, потому что уличная, и когда вернулась, нам вернули помещение, которое мы когда-то, мы даже свидетельствовали на Виннице, что у нас очень хорошее помещение. Приехали с Винницы, и помещение у нас забрали, арендную плату подняли, мы не смогли ее платить. Теперь мы опять в этом помещении. То есть арендная плата, что нам обходится, там тысячу гривен. Ну, помещение 90 квадратов, светлое, красивое. То есть мы теперь проводим два служения. То есть пандемия повлияла таким образом, что у нас и уличная постоянно, и служение кофе-хаус тоже вот открылось, и мы проводим, и очень рады, потому что как-то все немножко изменилось. То есть еще несколько таких свидетельств хочу сказать, что, во-первых, ребята по-другому стали к нам относиться. То есть для тебя мы открыли, что они не привязаны к месту. То есть на уличное, например, приходят с разных, достаточно отдаленных в городе окраин. То есть не пропускают ни уличное, ни среду. Всегда есть новые люди. То есть и на уличном, и на кофе-хаусе. Вот статистика у нас по кофе-хаусу, она велась очень стабильно, потому что бар там высчитывает, они все делят там печеньки, все так порциями, чтобы там не сражались. Клиентура у нас больше так, люди с улицы, кто на улице живет, бездомные, алкозависимые. Так вот, и поэтому как бы по центральному служению, то есть получается у нас, вот мне дали данные, там 556 человек посетило, с учетом вот этого перерыва, где-то 3 месяца, что мы не проводили, и 26 новых. А на уличном мы не вели, но по новым там где-то такое же число, 24 новых. На улицу тоже постоянно приходит хотя бы один, ну бывает трое, двое. Вот по-разному. Свою день рождения я очень спраздновал, мы на улице спраздновали с ребятами, и вот с нашими посетителями. Я просто до этого пережил один такой момент, очень удивительный, а это мы собираемся в скверике на улице, напротив СБУ. Это такой скверик, рядом католическая церковь «Сердце Иисуса». Мы там проводили несколько таких, ну до карантина, мероприятий совместных с разными служениями, и вот католики нам давали свет, ну они такие, молящиеся языками, интересные католики. Вот, что еще хотелось бы такое сказать? Ну, что мы увидели, что, во-первых, мы ни к чему не привязаны, то есть наши ребята везде нас найдут, куда бы мы ни пришли, где бы мы ни сказали, они будут приходить. Вот, это было очень так приятно, что мы не зависим от, ну как раньше мы думали, что от места. Во-вторых, Бог удивительным образом начал финансировать, у нас появились партнеры, какие-то люди приходят, вот просто мы на улицу проводим, идут люди, и вот вам деньги на то, что вы делаете. То есть это было, ну, такое ободрение, поддержка от Бога, которая, ну, для нас, наверное, очень важна была, потому что как-то, как-то немножко первое там время так было как-то вот непонятно, как нам дальше проводить, хотя решительность была, то есть мы не, как бы не опускали руки, но вот было как-то так, немножко дезориентация. Вот, и что еще интересно, я хочу вот сказать, что мы даже перерегистрируем сейчас организацию, и может быть даже поменяем название, потому что мы сняли дом, где мы хотим, чтобы ребята могли переодеться, помыться, то есть мы давно искали какую-то такую возможность, и Бог нам дал просто за коммунальные платежи, и место хорошее, и чтобы ребята на служение, они все у нас ходят на служение, субботу, воскресенье, в разные, правда, церкви, в разных районах, ну, чтобы они могли, могли приходить чистенькие, чистенькие, и чтобы они могли почувствовать чуть-чуть другое. Вот, что еще из свидетельств? А, вот, у нас был очень такой человек, у него три высших образования, он и военный, ну, то есть он такой, и он очень был, в какой-то момент, ну, не пускали несколько месяцев на служение в кофе-хаус, это вот он, у нас два таких человека были до исправления, а сейчас вот, и он был очень, он говорил, чтобы вам понять меня, вам надо вот так задирать сильно голову, то есть, ну, настолько он о себе многое думал, и Бог так удивительно его изменил за это время, вот уличного, что он как-то мы там тему поднимали, и он даже выступал, он понял, что такое гордость, и это было так приятно, честно говоря, потому что вот эти изменения, у нас несколько таких личностей было, как камни, знаете, и вроде годы проходят, то есть у нас вот девятый год пошел, и так хотелось, потому что каждый раз, когда я молился, Бог говорил, мне было внутреннее такое понимание, что Бог работает с их сердцами, я думаю, ну, когда же я это увидел, вот, я это увидел, вот, и общая атмосфера, конечно, очень, очень такая, ну, и мы изменились, если честно, наверное, это от нас зависит, мы изменились, и очень много Бога, очень, ну, как бы, какие-то мы никому ничего не хотим доказать, очень хочется, чтобы Бог прославлялся, и, да, команда по разным обстоятельствам сейчас такая минимальная, у нас пять человек, потому что у Оли с Сережей третий ребенок родился, ему приходится больше работать, Оля с детьми, хотя они очень такие важные в нашей команде, она администратор, мы продолжаем вместе встречаться, но пока вот они не с нами, и мы сейчас, конечно, молимся, и ищем, чтобы чуть-чуть в команде было больше людей, потому что так узенько мы идем в количестве людей, но так Бог нас, конечно, расширил по возможностям, и изменил, я думаю, что из этих, вообще у нас есть идея, ну, как идея, такая, мы не просто даже, я думаю, потому что это Бог нас вдохновляет, что мы верим, что из этих людей будут пастыря, будут евангелисты, и мы не то, что хотим создать церковь, нет, мы хотим сделать воскресное служение, но чтобы их именно подтянуть до церкви, чтобы они тренировались проповедовать, чтобы они могли возрастать в вере, имели общение, то есть больше с ними общаться, вот как бы все новости, которые я хотел сказать, спасибо за ваше внимание. Игорь, спасибо большое, спасибо за ваше уникальное служение, оно всегда какое-то было уникальное, и особенное, каждый раз, когда мы приезжаем в Черновцы, мы всегда восхищаемся вашей работой, и той целевой аудиторией, которая приходит в кофе-хаус, это всегда очень-очень круто. Друзья, сейчас хочу буквально через минутку попросить, совершить молитву за кофе-хаус в Барановичах, в Белоруссии, и кофе-хаус в Черновцы, в Украине, но я хочу попросить, совершить молитву, очень, человека, который, ну, для меня очень символический, и, знаете, это такое тоже, как мини-свидетельство, вот мы говорим на тему, гори, гори ясно, да, в усердии не ослабевайте, духом пламенеете, да, горите ясно, и Господу служите. Вы знаете, мы можем с вами быть светом и гореть ясно, даже при том, что у нас сейчас пандемия карантин, при том, что официально какое-то наше служение может просто не работать, но, знаете, мы являемся светом в этом мире вне зависимости от программ, понимаете? Мы иногда можем привыкнуть, что, вот знаете, вот служение – это только построенная программа, в конкретном помещении, в конкретном формате, но, послушайте, Бог желает приносить свой свет и свою надежду через тебя и меня просто на улицах. Я гуляя с коляской, у меня двое маленьких детей, младшему сейчас два с половиной, и возле моего дома недалеко есть аптека, где продают метадон, буприморфин, сибазон, и я всегда прогуливаюсь, получается, мимо проезжаю, и, ну, как бы время от времени туда подхожу, и я подошел к одному парню, и как-то вот Господь положил на сердце начать говорить с ним. Я говорил ему слово знания, говорил ему пророческое слово, начал молиться за него, начал плакать. Короче говоря, Бог прикоснулся к нему. Это была одна встреча, одна встреча с одним парнем. У него разваливалась семья, у него семья была на грани развода. Послушайте, была одна встреча, где этот парень просто пережил влияние Божьего света. Господь настолько коснулся его, что уже, я не знаю сколько, уже, наверное, более полугода человек просто перестал употреблять. Вы понимаете? Его семья, которая должна была распасться, друзья, выключите микрофончик, пожалуйста. Семья, которая должна была распасться, была на грани распада, она соединилась и стала крепкой семьей. Парень стал посещать, просто в гости ходить в один из реабилитационных центров в Украине, начал посещать церковь, домашнюю группу и вот так вот амбулаторно его жизнь изменилась. И я хочу сейчас попросить человека, который бы совершил молитву, это его сестричка. Мы через него стали дружить с его сестрой, ее зовут Ирина Филоненко. Она стала нашим, нашим вот таким другом, партнером, она является психологом, тоже оказывает помощь на том уровне, на каком она может. И она время от времени поддерживает наше служение финансами. Это так удивительно, что я просто гулял с коляской, просто шел с ребенком. Но мы можем быть светом, просто когда мы гуляем с ребенком. Мы можем светить, мы можем гореть и гореть ясно. И мы можем достигать тех людей, которые находятся вокруг нас и достигнув одного человека, мы достигаем целую семью. И теперь Ирина Филоненко, она также является здесь с нами. Ира, могла бы ты совершить молитву за кофе-хаус в Барановиче, Белоруссии и кофе-хаус черновцы в Украине? Только включи микрофон. Включила микрофон. Всем добрый вечер. Спасибо за возможность здесь оказаться. Спасибо, Господи, за кофе-хаус. Спасибо, Господи, что есть такие люди, есть организации, которым небезразличные люди в тяжелых жизненных ситуациях, от которых даже отказываются родные и не верят родные. Спасибо, что даешь веру и силу верить этим людей в то, что возможно изменение и возможно спасение. Давай, дай нам силы, дай нам безграничную веру и безграничные силы, чтобы и дальше продолжать верить в Тебя, верить и помогать, и превозмогать все трудности. Ведь именно в трудностях нужны самые большие силы, нужна Твоя поддержка, и Ты ее даешь этим людям всегда. Дай нам силы и веру, Господи, превозмочь все трудности. И укажи каждому, каждому зависимому путь и укажи каждому выход из ситуации. Дай им веру в то, что этот путь есть и приведи их к этому пути. Дай поверить в то, что всегда есть выход и возможные изменения. Благослови, Господи, наш путь и дай нам силы, и еще раз силы и веру. Спасибо Тебе за чудеса и чудесные дела, которые творят эти люди. Спасибо Тебе, Господи, что создал и привел этих людей в мою жизнь и в жизнь каждого зависимого. И пусть и дальше будут у нас возможности, будут благо, материальное и нематериальное благо, для того, чтобы и дальше вести людей зависимых. Это самые очень трудные люди и очень тяжелый у них путь, и Ты помогаешь нам по нему идти. Спасибо Тебе, Господи, благослови всех нас. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Ира. Спасибо. Очень приятно. Классно. Мне так нравится наше служение, что наше служение переплетено вот такими чудесами и знамениями Божьими. И это удивительно. Это очень классно. Меня очень радует. Спасибо Тебе, Ира. Очень рад, что мы стали друзьями. Взаимно. Это абсолютно взаимно. Здорово. Слава Богу. Друзья, смотрите, у нас остался один часик. Я вижу, что многие из нас засиделись. Давайте мы на секундочку поднимемся, потянемся немножко, потому что у нас сейчас будет время для слова, чтобы вы могли себя чувствовать бодрее. Могли бы вы подняться буквально на какие-то секунды, вот братья в Ковеле, могли бы вы повернуться к своим соседям, сделать массаж. Массаж вот здесь, братики. Кто там тоже, если группой, если вам можно, если вы не держите дистанцию полтора-два метра, можете тоже помассажировать брат-брата, сестра-сестру. Да-да, молодцы. В Херсоне вижу, классно. Я хочу в Херсон, чтобы мне тоже кто-то сделал массаж. Класс. Да, потяните свои мышцы, потому что немножко устали сидеть. В Севастополь можете тоже потянуться. Чувствуйте себя свободными. Потяните ваши... Хорошо, все потянулись. Отлично. Хорошо, можете тогда... Ковель показывает, да. Центр реабилитации свобода. Спасибо. Хорошо, братья, сестры, присаживайтесь, пожалуйста. У нас остался один частик, и мы хотели это время закончить таким хорошим словом, хорошим посланием. Наша конференция, как я уже говорил, мы взяли место Писания Римлянам 12.11 и назвали «Гори, гори ясно». В Римлянам 12.11 говорится «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите». И вот возникает такой вопрос порой. Что мешает мне и тебе пламенеть? Что мешает, что является препятствием для того, чтобы ты и я мы могли действительно пламенеть, гореть? Гореть? Ясно. И поэтому я пригласил моего хорошего друга, и мы уже дружим, не поверите. Боже, сколько же мы дружим. Ой, 20 лет? Господи, 20 лет. Вообще 20 лет. Это большой срок. Это пастор церкви «Скала спасения» в городе Киев. И он основатель сети реабилитационных центров при церкви «Скала спасения». Только за 5 лет они открыли порядка 8-9 центров реабилитации. У Андрея действительно и большое свидетельство, и большой опыт в служении Господу. И я думаю, что сегодня Господь будет через него говорить каждому из нас. Поэтому приготовьте ваши ручки, тетрадки, Библии, что-то, чтобы вы могли делать себе какие-то пометочки. Я верю, что Господь действительно что-то будет говорить каждому из нас. Пусть наши уши, не только физические, но и духовные, а самое главное, сердца будут открыты. И пока некоторые из вас, я вижу, пошли за тетрадкой, я совершу молитву и передам микрофон пастору Андрею Евгеньевичу Петрученко. Хорошо? Боже, Отец, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас приходим к тебе снова и снова. Отец, молю тебя во имя Иисуса Христа, благослови сейчас Андрея Евгеньевича, положи, Господи, в его уста то слово, которое необходимо услышать многим из нас. Боже, и открой наши уши, открой наши сердца, открой наши глаза, чтобы мы могли слышать, разуметь, понимать Твое слово. И пусть Твое слово, оно будет живым и действенным. И пусть Твое слово будет проникать глубоко на наши сердца и преобразовывать наши жизни, Господь. Говори сегодня к нам. И пусть Твое слово круто изменит наши жизни. Во имя Иисуса Христа мы молились, и весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Андрей, передаю тебе микрофон. Поделись с нами тем, что Бог положил на твое сердце. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Я очень рад и благословлен тем, что могу сегодня служить, делиться тем, что на моем сердце. Очень рад видеть людей, которых знаю, которых не знаю, но утешает одно. Мы все, братья и сестры, во Христе Иисусе, и это важно. Я думаю, что мое послание можно было бы начать и закончить одним местом из Писания, в котором сказано, что все, вводимые Духом Святым, суть Сыны Божьей. Этого достаточно для того, я думаю, чтобы понимать, что верить, быть христианином, а значит, вводимым Духом Святым, наполняться Его Духом, Его Силой и значит пламенеть. Это так важно. Но все же я поделюсь тем, что важно для меня, что прохожу я и то, что думаю, станет важным для вас, хотя в той или иной мере, в большей, в меньшей степени вы это слышите, делитесь, принимаете и это вам помогает, но, может быть, это будет таким посланием, возобновлением вашей памяти важности сути Евангелия. Потому что одно из препятствий, которое мешает нам пламенеть в Господе, для меня все-таки есть, ну, для каждого человека, я думаю, есть определенное отличие гореть и пламенеть. есть огонь, а есть пламя, пламя, которое гораздо мощнее, больше, которое может зажигать, поглощать и так далее. Но в контексте нашего, нашей конференции сегодня в хорошем понимании слова пламенеть, зажигать другие сердца. И я благодарен Сергею Глушко, благодарен Господу за ту возможность, которую имею сегодня. И мы сотрудничаем с Coffee House, с Teen Challenge уже не один год, и у нас есть на сегодняшний день совместные планы, совместные проекты. Я верю, они осуществляются, осуществятся силою Божьей, принесут много плода для Его Царства. и я хочу сегодня поговорить о том, что мешает нам жить сбалансированной христианской жизнью, что мешает нам пламенеть. Ведь Господь, я уверен, Он хочет, чтобы мы были не только с вами на плаву, но чтобы мы были с вами на волне Духа Святого. есть вещи, которые каждому из нас очень важно понять, принять, запомнить, утвердиться в этом. Может быть, сегодня записать это на бумаге, потому что, как один из наших студентов реабилитации, который проходил, когда мы приехали в Киев и у нас практически, не практически, а весь центр был, это были братья и сестры из Севастополя. И один брат, его звали, зовут, он жив, здоров, слава Богу, и он говорил, лучше тупой карандаш, чем острый ум. Я запомнил эти слова. Так что, если вы для себя что-то услышите, запишите это, и, возможно, это вам поможет пламенеть. Потому что в контексте слова, которое сегодня является лейтмотивом нашей конференции, «в усердии не ослабевайте духом, пламенейте Господу служите». то есть служить Господу необходимо вспламенеющим духом. Это важно, потому что наше служение, оно направлено на служение людям зависимого поведения, людям, на которых даже многие родители поставили крест, государство поставило крест и так далее. Но я благодарен за каждого из вас, что эти души, эти жизни, они не безразличны вам, что в вашем сердце Бог вызывает это сострадание к этим людям, не безразличие к этим людям. И когда мы пламенеем, и они видят Бога в наших жизнях, им также хочется служить такому Богу, который находится у вас. И повторю, что мешает нам пламенеть? Это незнание или может быть знание Евангелия, но на уровне информации. Знаете, то есть это как информация, но это не то, что стало плотью, не то, что стало для меня жизнь. Что же, в чем заключается Евангелие для каждого из нас и что нам поможет пламенеть в Боге? Я хотел бы коротко, может быть не на час, буквально без 15, без 29, более быстрее как-то сейчас, но для вас, чтобы вы определились и поняли. То есть первое, что нам необходимо делать для того, чтобы пламенеть, это первое, это важно, это быть в Иисусе Христе. Это быть в Иисусе Христе, не просто знать о Нем, не просто владеть информацией, не просто знать слово Божье от бытия до откровения, но быть в Нем. Одно из мест в Писании говорит, если мы говорим, что пребываем в Нем, то должны поступать так, как Он поступал. Если мы пребываем в Нем, то должны поступать так, как Он поступал. Так вот, я хочу сегодня говорить Евангелие. Евангелие для каждого из нас и для себя в первую очередь. И Иоанна 19, 30, это место из Писания, оно гласит, говорит, такое важное слово. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонив главу, предал дух. Свершилось, что-то уже произошло. свершилось, и то, к чему уже не надо ничего добавлять, убавлять, это свершившийся факт, то, что произошло на кресте и дано нам. Это избавление, это искупление, это исцеление, и все мы об этом проповедуем, говорим, слышим и так далее, но насколько сегодня это живет в наших жизнях, и я молюсь о том, что и молился, и просил сегодня в церкви, чтобы молились, чтобы это слово, оно было, легло семенем в благодатную почву и принесло много-много плода в вашей жизни. И вот, смотрите, эти важные слова. Колоссянам, первая глава с 13 стиха. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Друзья, здесь написано «Избавил». «Избавил нас от вас седьмой». Это завершенная работа. Это труд Иисуса Христа. Это то, к чему ничего добавлять не надо. Это свершилось. Свершилось в твоей жизни. Это то, что поможет тебе не просто гореть, не просто быть на плаву, но действительно пламенеть, быть на волне Духа Святого, понимание и принятие слова верой в твоей жизни, что Он уже избавил тебя от власти тьмы. Это свершилось, это произошло в твоей жизни. И второе Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Послушайте, избавил от власти тьмы и уже ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вы помните в Слове Божьем написаны такие слова, что мы в Иисусе Христе восседаем в Нем Одесную Бога. То есть мы в Нем восседаем Одесную Бога. То есть мы живем здесь на земле, но находимся под господством Божьего Царства. Мы посланники от Его имени здесь на этой земле и нам надо научиться быть Его посланниками. Нам нужно понимать наше предназначение. И одно из первых предназначений, то для чего мы с вами живем на этой земле. И то, что враг похитил, это призвание, предназначение господствовать. И я об этом буду читать. Вы запишите для себя, если пожелаете, места исписания. Мы предназначены для того, чтобы господствовать. И это враг украл нас, но Господь восстановил. Но вернусь к этому месту исписания, Колоссянам 1, 13, 14. Послушайте, здесь написано не введет, не вводит, а уже ввел. Я еще раз буду читать современным переводом. Очень важно, может быть, если вы знаете английский язык, немецкий язык, другие языки. Но если может быть для наших служений, для реабилитационных центров не все прям или практически все не владеют языками, но уж русский и украинский язык мы можем с вами прочитать современный перевод. Поэтому в современном переводе тут написано «Он освободил нас от сил тьмы и привел в царство возлюбленного сына своего». И в украинском переводе как раз для братьев из Белоруссии я думаю украинский и русский язык и белорусский язык они имеют какой-то общий корень, они похожи. Вы меня поймете. Здесь написано «Вин вызволил нас от Влада Темриева и перенес до царства своего улюбленного сына». Представляете, отец освободил нас и тут даже в украинском написано, что он перенес, мы даже ничего не сделали для этого, то есть в этих словах я вижу благодать, он уже перенес нас в царство своего улюбленного сына. Друзья, посредством того, что мы с вами введены в царство, мы получили прощение грехов. Это один из аргументов, один из факторов, которые дают нам вот эту возможность пламенеть. Понимание и вера, когда мы верой принимаем, что Бог сделал для нас. Мы принимаем, что мы получили прощение грехов. Нам важно осознать свою греховность, насколько мы были грешны, насколько мы были унижены, просто раздавлены грехом, тогда мы с вами можем понять ту благодать, которую Бог явил для каждого из нас. Колоссянам первая глава с 15 стиха. Может быть, сегодня будет, но хочется все же донести Евангелие, которое будет давать вам возможность действительно пламенеть. Вот для меня и для каждого из вас, наверное, есть в вашей жизни, может, это люди, которые находятся рядом, может быть, это герои Библии, герои веры, которых написано в евреям, вот те люди, на которых вы смотрите как на людей веры. Вот для меня таким человеком из Библии является апостол Павел. То, что он перенес ту боль, страдания, то, что его побивали камнями, мы все знаем, что когда побивали камнями, это делали с одной целью, чтобы убить. Но этот человек поднимался, шел дальше, двигался в своем предназначении, делал то, к чему призывал его Бог, он пламенел духом своим, и я всегда задавал вопрос, что дает ему силу пламенеть, что дает ему быть тем, кем является апостол Павел. И вы знаете, одно из, что я понял для себя, он четко понимал Евангелие, он четко понимал, кто он во Христе Иисусе. То есть из гонителя церкви, из человека, который, по его мнению, ему казалось, что будучи гонителем христианской церкви, он является служителем Богу, но в определенный момент в его жизни все кардинально изменилось, и он зажегся духом. И то, что он проходил в своей жизни, то, когда его побивали камнями, когда он терпел кораблекрушение, когда братья его, единоберцы, единоплеменники, будем так говорить, устраивали ему такие вещи в его жизни, которые были на грани смерти, а он все же готов был ради них отречься от своего спасения, чтобы они были спасены. Я думаю, что давало ему такую силу понимание Евангелия? Он четко понимал, кто он во Христе Иисусе, какому Богу он служит и какому он поклоняет. И нам важно с вами изменить образ Бога в своем разуме, изменить свое мышление, увидеть Бога даятелем, увидеть Бога милостивым, увидеть Бога, о котором мы читаем, о котором мы говорим, но не всегда знаем. И знаете, Писание говорит, что его милость, она обновляется каждое утро. И знаете, я сегодня размышлял о милости, каждый день благодарю за его милость в своей жизни, потому что если бы не он, меня бы не было сейчас, и я бы сейчас ничего не мог говорить вам, и не мог служить тем людям, которым я служу. И милость, она как, знаете, такая, вот, как утроба материнская, в которой ребенок находится в безопасности от всяческой боли, от всяческого страха. Вот эта милость Божья, она была явлена нам, она была явлена апостолу Павлу, она не изменилась сегодня. И каждое утро, вот сегодня мы проснулись, и если завтра Бог даст нам проснуться, его милость, она обновится. Знаете, понимание этих вещей, оно дает нам силу пламенеть, или непонимание этих вещей, непринятие этих вещей, оно становится преградой для того, чтобы мы пламенели. И поэтому я хочу еще раз освежить в вашей памяти то, кому мы служим. Колоссянам 1 глава с 15 по 23 стих, я буду читать. Колоссянам 1 глава с 15 по 23 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол или, господство или, начальство или, власть или, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь его во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью Христа его и земное, и небесное. И вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными, пред собой, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере, и не отпадаете над нежной благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Послушайте, он глава церкви, он начаток, он первенец, он все во всем, все от него им и для его славы, и благодаря ему в нем мы, Бог нас называет, святыми, непорочными и неповинными перед собой. Друзья, не является ли это тем, что будет давать это пламя в нашей жизни, в нашем сердце, когда мы верой принимаем его слово, когда мы верой растворяем это слово в нашей жизни. Друзья, это дает нам силу, пламенеть, не просто, повторяю, быть на плаву. Сегодня многие люди, проходящие реабилитацию, вы, наверное, с этим сталкиваетесь, они говорят, ну вот, я не пью, не курю, не колюсь и так далее, не употребляю какие-то наркотики. Послушайте, это, наверное, то, о чем можно сказать, что ты находишься просто на плаву. Не курить, не пить, не употреблять алкоголь, наркотики, это нормальное состояние человека. Но Бог хочет, чтобы ты пламенел. Чтобы твое служение, и мы сегодня говорим о служителях реабилитационных центров, кофе-каус и так далее, это люди, которые служат непростой категории людей, не пламенея, не пламенея, но это служение просто превратится в какое-то движение по инерции и такой вяло текущий процесс, который не приносит никакого плода. Вы те люди, служители, которые должны пламенеть, вдохновлять других людей, которые рядом с вами. Возможно, даже те люди, от которых вам хочется порой убежать. Просто убежать, потому что столько печали, столько мрака, столько жалости, столько всего состояния, знаете, не победителя, а состояния жертвы, которые хотят в себе много внимания и так далее. И порой тебе не хватит сил, тебе не хватит помочь людям выйти из этой травмы, из этой проблемы, в которой они находятся, если ты не будешь пламенеть. А пламенеть тебе поможет понимание того, кем ты являешься во Христе Иисусе. И кому ты служишь сегодня? Великому, всемогущему Богу, который не изменился, который вчера, сегодня и во веки тот же, рука которого не сократилась для того, чтобы спасать. И знаете, что? Бог во Иисусе Христе духом своим сегодня живет в твоем сердце. Это то, что даст тебе силы пламенеть. Это то, что невозможно купить. Это то, во что возможно реально поверить сегодня. Знаете, я, может быть, не помню много правил по физике, которые мы проходили в школе когда-то, но я помню одно правило по физике очень четко даже до сегодняшнего дня, как оно звучит. Может, вы знаете, что такое диффузия. Есть такое понятие в физике диффузия. Это когда молекулы одного тела проникают в молекулы другого тела, то есть становятся одним целым. Так вот, Иисус Христос проникнул в ваше сердце, когда вы открыли сим, произошла в вашем организме диффузия. Вы стали одним целым. Помните, как Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это то, что даст тебе силы пламенеть. Это то, что даст тебе силы пламенеть. Но вот этот образ, образ Бога, милостивого, доброго, даятеля, всемогущего, он должен быть в твоем разуме и в твоем сердце непрестанно, постоянно. Ты об этом должен размышлять, чтобы этот огонь поддерживать на алтаре твоего сердца. Это так важно. Иоанна 10, 9. Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус Христос говорит, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет и выйдет и пажет, найдет. Иисус Христос говорит о себе, что я есть дверь. Прочитаю в украинском перекладе Иоанна 10, глава, 9 вершин. Я и эти ворота. И якщо хтось увейде через мене, то матиме спаси. Вин увейде и выйде, знайшовши те, що йому потрібно. Друзья, на сегодняшний день нам всего так много потрібно. Нам сегодня много необходимо в нашем служении. Нам сегодня необходимо в нашей повседневной жизни. Нам сегодня так много всего нужно, но есть то, что по мнению Бога, твоего Творца, для тебя важнее всего. И только войдя через эти ворота, войдя и выйдя через них, ты получишь, вот в украинском переводе здесь очень классно, на мой взгляд, ясно, понятно сказано, если ты войдешь и выйдешь, ты найдешь то, что тебе необходимо. И может быть, ты даже удивишься, что это тебе необходимо. И может быть, это окажется не тем, что для тебя, тебе казалось важным, что это необходимо. Но как важно нам не просто остановиться возле этих ворот. Вы знаете, когда мы покаялись перед Богом, приняли Иисуса в свое сердце, и многие люди остановились в этой позиции, это знаете, как искорка загорелась в твоей жизни, искорка загорелась в твоем сердце. Но мы все знаем с вами выражение, из искры возгорится пламя, из искры возгорится пламя. Так вот, чтобы из этой искры, из твоего покаяния, из твоего примирения с Богом возгорелось пламя, а это процесс, тебе нужно выйти, пройти через эти ворота, тебе нужно пройти через Голгофский крест. Я еще раз прочитаю в современном переводе этот стих. Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус говорит о себе. Я эти ворота. И каждый, послушайте, каждый, умный, неумный, богатый, бедный, из любой социальной прослойки населения, любой человек, здесь говорит Господь, каждый, кто войдет через меня, будет спасен. Спасение подразумевает в себе искупление, освобождение, избавление и так далее. И здесь написано, он войдет, и выйдет. Некоторые вошли, но не вышли. Войдет и выйдет и найдет все, что ему нужно. Послушайте, только так мы можем войти и выйти и найти то, что нам необходимо. Многие застряли в двери, многие остановились на каком-то этапе, этот этап может остановкой может быть какое-то разочарование, какая-то обида, какое-то сомнение, может быть грех, который на твой взгляд кажется настолько сложным, тяжелым, что Бог тебя уже не простит. На самом деле это ты не можешь себя простить, это твое чувство вины мешает тебе двинуться дальше. Бог прощает, если ты искренне сокрушаешься перед Ним и ты понимаешь, что я не хочу без тебя жить, я полностью зависим от тебя, ты моя жизнь. понимаете, эти вещи они дадут тебе пламенеть, эти вещи дадут тебе не просто гореть, не просто быть на плаву, но быть на волне Святого Духа. Друзья, я повторю, существует огромная разница между тем, чтобы говорить об Иисусе и жить в Нем. Сегодня многие люди говорят, я последовал за учением Христа, я последовал еще за чем-то, но нам нужно последовать за Иисусом Христом, нам нужно прийти, войти и выйти, и тогда мы найдем то, что нам необходимо. Может быть, это для тебя даже будет каким-то откровением, открытием, что именно это тебе было необходимо. Иоанна, первая глава, 51 стих. Иоанна, первая глава, 51 стих. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну человечеству. Дорогие друзья, в Иисусе Бог соединил небесное и земное. Я повторяю, мы с вами, наше предназначение жить на этой земле, быть на этой земле, но быть под господством Божьего Царства, быть посланниками Божьего Царства. Это великое привилегие, это огромное привилегие, это от сознания этих вещей, что твоя миссия, и ты, как посланник Божий, ну, в это нужно поверить, ты важнее любого, любого президента любой страны на этой земле. Потому что ты посланник Божий, в твоем сердце Иисус Христос, и в твоей жизни произошла эта диффузия. Ты, Иисус, в Духе Святом ты стал одним целым. Это то, что даст тебе силу пламенеть. Или непринятие этих вещей, непринятие этих истин тебе будет являться преградой к тому, чтобы пламенеть. Иисус Христос, Он принес мир, Он восстановил то, что было разрушено в Эдемском саду. Колоссяна, первая глава с 21 стиха. Друзья, я повторю, лично для меня это очень важные вещи. Лично для меня очень важно пламенеть. Не просто гореть, не просто там коптить, а пламенеть. Очень важно пламенеть, когда пламя. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, есть у вас масса примеров того, когда ты разжигаешь где-то там в походе, в каком-то навстрече, в лагере, я имею в виду братский лагерь, лагерь, где встречаются братья-христиане, мы зажигаем костер, это огонь. А есть пламя. Пламя, которое, ну, если какие-то негативные вещи, пламя, которое может сжечь гектары леса, это пламя. Но в позитивном формате, в формате пламенеть во Христе Иисусе, это пламя, которое может зажигать другие сердца. Это то, что может вдохновлять других людей и таких, которым мы сегодня служим. Люди зависимого поведения, люди, которые потеряли всякую надежду, люди, которые разочаровались во всем и во все, в большинстве случаев своем. Колоссянам 1 глава 21 стиха. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собой. Я повторяю, Господь нам сегодня говорит, Он представляет в Иисусе Христе каждого из нас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Не является ли это таким важным вызовом, аргументом, фактом, фактором в нашей жизни, который дает нам пламенеть во Христе Иисусе, чтобы Иисусе Ты сегодня святой, непорочный и неповинный перед Богом в Иисусе Христе. Очень важный стих, который вы знаете наизусть, знают ваши, наверное, подопечные, тем, кому вы служите, римлянам, 12.2, я часто о нем говорю, он очень важен для меня, без этого невозможно, это тоже может быть, не может быть, а является препятствием к тому, чтобы не пламенеть. И не сообразуйтесь святом с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенна. Посредством Креста, посредством изменения нашего мышления, принятия Евангелия, у нас есть милость от Господа познавать Его волю. И нам важно не упустить этот шанс. Нам важно сегодня дать это Евангелие, чистое Евангелие людям, которым мы сегодня служим, чтобы они получили этот шанс. Матфея, 6 глава, 9 стиха. Братья, помашите вот так мне рукой и сестры, если вы что-то получаете, это важно для вас. Слава Богу, значит, не зря. Не зря. Конференция, спасибо, Сережа, слава Богу, за этот вечер, за этот день. Верю, что и последующие будут насыщенные, важные, и после этой конференции люди загорятся, люди запламенеют. Все знают это место из Писания, все молятся этой молитвой. Молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Друзья, воля Божья заключается в том, чтобы здесь на земле было, как на небесах. сегодня, видя то, что происходит вокруг, переживая какие-то непростые сложные моменты и в жизни, и в служении, и в разных сферах нашей жизни, все же Бог, Он не изменился. Он хочет, чтобы здесь на небе, на земле было, как на небесах. У тебя вопрос, неужели, Господи, Ты хочешь, чтобы я был здоров, неужели Ты хочешь, чтобы я был, не был в депрессии? Бог сегодня говорит, здесь, на земле, как и на небе. Ты же так молишься, Боже, пусть будет здесь на земле, как на небе. И вот это может происходить, этот мир мы можем сделать чуточку, ну хотя бы чуточку лучше, совместно, не рассуждая, не критикуя друг друга в том, что хуже, лучше, или тот принадлежность какой-то динаминации не той, которой принадлежим мы, а если ты вообще не принадлежишь никакой, то это вообще страшное дело. Послушайте, если мы сегодня сфокусируемся на том, чтобы сделать этот мир, или хотя бы реабилитационный центр, или кофе-хаус, в котором ты служишь, если ты сфокусируешься на этом, у тебя не будет времени размышлять над этими вещами, о которых я сказал выше. Кто принадлежит какой-то конфессии, номинации, или не принадлежит никому? Бог хочет, чтобы и ты хочешь, если ты молишься этой молитой, Боже, сущий на небеса, да будет воля твоя и на земле, как на небе, в моем кофе-хаус, в моем реп-центре, как на небе, пусть будет так. И это можем мы с вами принести, это то служение, которое доверил нам Бог, и нам важно пламенеть. Конечно, выбор за тобой, ты можешь не пламенеть, но ты можешь захотеть. Твой вектор сердца твоего, он может быть направлен, желание сердца твоего на то, чтобы пламенеть. Господи, я хочу, я желаю, я никогда этого не испытывал, помоги мне. И ты увидишь, как твое служение, как твоя личная жизнь, как может быть твой быт, там, где ты сегодня находишься, оно будет меняться. Друзья, воля Божья, она напрямую связана с обновленным разумом. И обновленным разумом мы можем понять и принять то, что на небесах и что должно происходить на земле. Та любовь, то братство, та хвала, то почтение Богу, та слава Богу, которая воздается на небесах, это может происходить здесь и только через твое пламенеющее сердце. Нам необходимо понять, что Бог желает для нас. римлянам 12.1. Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Друзья, для того, чтобы обновляться умом, нужно, необходимо предоставить свое тело в жертву живую. Для того, чтобы обновиться умом, тебе необходимо представить свое тело в жертву живую. Я еще прочитаю современного перевода. Мне здесь не то, чтобы больше нравится, больше понятно. Потому что молю вас, братья и сестры, видите, тут даже сестер упоминают, это уже важно. Ради этого милосердия Божьего принесите свою жизнь Богу в жертву живую, святую, угодную Ему, принимая во внимание все то, что Бог совершил. Это служение будет подобающим ответом Ему. ответом на то, что Бог сделал в нашей жизни. Что Бог совершил в нашей жизни. А я знаю, что здесь собрались братья и сестры, которые прошли непростой путь, которые были на волосок от смерти, которые, может быть, уже были по ту сторону жизни, но Господь что-то сделал, Господь воскресил, восстановил, поднял, и вот ответ, достойный ответ с нашей стороны на то, что совершил Господь, это всецело, полное посвящение Ему. Лучшее, дорогой брат, дорогие друзья, дорогие, кто сегодня слушает, смотрит нас, лучшее, что ты можешь сделать в своей жизни посредством обновленного ума, это отдать свою жизнь Богу, чтобы познавать Его волю, ведь Он прежде всего. И так важно, чтобы в этом пути, чтобы наше служение не превратилось в такое-то копчение, чтобы мы пламенели, нам важно помнить эти вещи, о которых я говорил выше. Друзья, наше предназначение, предназначение вообще рождение, сотворение человека на этой земле, и оно в этом стихе, я прочитаю, это ПТЕ, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися над землей. Друзья, владычество это то, что предназначил Бог человеку на этой земле. Враг отобрал эту власть, но Господь восстановил, восстановил. Бог в Иисусе Христе вернул нас в то, что мы имели в начале, в то, что мы утратили через грехопадение. Но сегодня мы только от одной мысли, от принятия этой истины, что Бог вернул все, что было утрачено, вернул, отдал в Иисусе Христе нам, мы можем с вами и должны пламени. Ты нужен Бог. Я в заключении подытожу эти слова, я думаю, чтобы сократить это послание. Я хочу тебе сказать, дорогой брат, дорогие лидеры, служители, ребята, проходящие программу реабилитации, я хочу тебе сказать, ты нужен Богу. Ты нужен Богу для исполнения его воли на этой земле. Враг, дьявол, действует через сынок проявления. Бог действует через посвященных его детей. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вот эта диффузия, соединяющаяся с Господом, становится одним целым, одним духом с Господом. Это уже вот эта искра, которая произведет пламя в твоей жизни, если ты это будешь культивировать, если ты будешь над этим размышлять, если ты, Писание говорит, если сердцем веруем, а устами исповедуем, если сердцем веруем в праведность, и устами исповедуем ко спасению, вот этот процесс возжигания пламени, искра, я поверил, я начал это исповедовать, я начал над этим размышлять, я начал менять образ Бога в своей жизни с какого-то страшного, карающего, непрестанно наказывающего на доброго, милостивого, справедливого, истинного Бога, который обновляет милость свою, милость, вот эту утробу материнскую, в которой ты в безопасности, в которой ты вне всякого страха, потому что в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх, слава Богу, дорогие, это то, не то ли это, что дает нам вот эту радость, силу пламенеть, пламенеть в нем, кто я во Христе Иисусе, послушайте, власть и владычество отдано человеку на земле, чтобы являть свою боль на земле, ему нужен человек, ему нужен был Моисей, чтобы вывести народ из Египта, он использовал Авраама, Иосифа, Иакова, он использовал апостолов, и Бог хочет использовать тебя, пламеней для разумного служения, пламеней, сначала пламеней, потом служить, это даст тебе наверное такую плодовитость, когда ты пламенеющий служитель, Иисус стал дверью и соединил собою небесное и земное под его главой, друзья, я хочу еще раз подытожить, чтобы мы поняли, записали и размышляли над этими вещами, пусть это будет, я не знаю, таким домашним заданием, может быть, для ребят, которые проходят реабилитацию, чтобы мы приняли это, что уже свершилось, как свершившийся пакет, Иисус избавил нас от власти тьмы, это первое, Иисус избавил, это уже произошло, это уже не меняется, это уже непоколебимо, если ты, конечно, от этого не откажешься, не отвергнешь, закроешься и так далее, это уже свершилось, это факт, первое, Он избавил нас от власти тьмы, второе, Он уже ввел нас в царство возлюбленного сына своего, второе, Он уже ввел нас в царство возлюбленного сына своего, уже ввел, не будет вводить, не может быть, а вдруг, а может быть, на таком условии, Он уже ввел нас в царство возлюбленного сына своего. И треть, очень важная, и это уже свершилось, Иисус восстановил то, что потерял человек на этой земле, Иисус восстановил то, что потерял человек на этой земле, и это владычество, это владычество. Иисус сказал, свершилось, произошло. Свершилось это то, к чему ничего не нужно добавлять и убавлять. Это факт. Это свершилось. Свершилось, и Писание говорит о том, что завеса в храме разодралась сверху до дизу. Миссия Иисуса была не просто умереть, но вернуть человеку владычество на этой земле. И это свершилось, это произошло. Это мы сегодня имеем с вами. Это то, что не просто знание, не просто уровень информации, но когда это слово, эта истина становится плотью в нас, это то, что дает нам силы пламенеть, это то, что дает нам силы проходить те трудности, тот узкий путь, определенные давления в нашей жизни, которые также делают нас сильнее, это важно. Это то, что дает нам пламенеть, друзья. это то, что дает нам силу побеждать всякий страх, это то, что дает нам силу проходить те вещи, которые без этого огня мы не могли пройти, даже мы не представляли, что это возможно пройти, но вот пламенея в Иисусе Христе, мы можем это делать. Павел сказал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот этот укрепляющий Иисус Христос, это и есть то пламя в нашем сердце, которое мы должны поддерживать. Есть ряд определенных духовных практик, которые мы с вами практикуем, это Слово Божье, это пост, это молитва, это подотчетность, это то, что необходимо для того, чтобы пламенеть. Но я думаю на этой конференции об этих вещах еще будут говорить. Друзья, Бог говорит. Второе Коринфянам шестая глава, я буду заканчивать, я думаю, я уложился даже меньше, чем за час, и слава Богу, римлянам, второе Коринфянам шестая глава, шестнадцатый стих, вторая часть, здесь написано, сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Послушайте, если в Ветхом Завете, Первом Завете, можно сказать, народ Божий, который Бог вывел из Египта, он был в этим днем облаком, ночью столпом огненным, то сегодня куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, Иисус Христос в тебе. Этот огонь, это жемчужина, это сокровище, оно в тебе. Слово Божье говорит, что сие сокровища носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема не нам, но Богу. Представляете, написано преизбыточная сила в нас, сила воскресения в нас, это то, что дает нам силу, веру, пламенеть. Преизбыточная сила в нас, избыток силы в нас, в Иисусе Христе. Это то, что даст тебе пламени. Это то, что сегодня происходит в твоей жизни. Это может быть то, что ты каким-то образом угасил в себе, но сегодня Бог хочет это поднять, воскрестить, поправить твой святиль. Дух Святой сошел на церковь. Друзья, Он сказал, селюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Первая Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Что бы ни происходило сегодня, какие сложные, непростые моменты в своей жизни ты проходишь служениях, служениях, в отношениях, в быту и так далее. Бог говорит, Дух Божий живет в тебе. Тот самый Дух, который воскресил Иисуса измерт. Тот самый Дух, который сегодня движет церковь, Он живет в тебе. Дорогие друзья, я благодарен за то, что вы внимательно слушали. Мое искреннее желание, чтобы мы имели вот этот здоровый баланс как христиане не просто быть, я повторюсь, на плаву, но чтобы мы были на волне Духа Святого. чтобы мы не просто горели, но чтобы мы пламенели для Его славы. И вот эти три пункта, эти три вещи, о которых я сказал, я ими же и закончу, я хочу, чтобы вы поняли. Преградой для того, чтобы не пламенеть, является непонимание или недопонимание Евангелия. Непонимание того, кем я являюсь во Христе Иисусе. Ведь сегодня речь идет о том, что вы, я, мы новое творение во Христе Иисусе. Новое это значит то, что не было, не жило, то сели на этой земле во Христе Иисусе. Мы с вами новые. Мы с вами те люди, которые либо мы даем Богу возможность Духу Святому распространять пределы нашего разума, нашего сердца. Даем сегодня, как Рейба говорил, возможность, хотим ли мы сегодня смотреть глазами веры через вот эти все обстоятельства, трудности, пандемии, всевозможные вещи, которые сегодня происходят в нашем государстве, смотреть глазами веры, видеть победу, не быть жертвой, а быть победителями. И это нам поможет пламенеть. Это поможет нам стоять знание и вера и принятие того, что Бог, первое, избавил нас от власть седьмы, второе, ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Мы уже там. Да, Писание говорит, царство Божье где? Внутри нас. Оно есть, написано, есть, есть. И третье, Иисус восстановил уже то, что потерял человек на этой земле. И это владычество. Будьте благословенны, пламенейте в Иисусе Христе. Дайте возможность Духу Святому поправлять этот светильник в вас. Молитесь, просите у Бога, чтобы он испытал, не на опасном ли я пути. Я благодарен каждому из вас. Я снимаю шляпу перед вами, потому что я знаю, что такое служить людям зависимого поведения, не просто теоретически, я знаю, это на практике и так далее. Я прожил многие годы с ребятами, которые проходили реабилитацию вместе с семьей. У меня родилась дочка там прямо на реабилитационном центре, и она выросла до определенного возраста. Сейчас ей вот шесть лет, семь будет в марте. Я знаю, что такое служить, сострадать, любить людей, которые, возможно, где-то плюют тебе в спину, которые причиняют тебе боль и так далее. Но, друзья, я сам причинил много боли в своей жизни. Я сам сделал разные вещи, о которых страшно, страшно, стыдно говорить. Но Бог милостивый Бог. Он простил, Он помиловал, Он сегодня снарядил нас с вами на то, чтобы мы несли Евангелие людям, на которых уже многие поставили крест. И пусть Бог вас благословит, пусть Бог наполнит вас силой своим огнем, чтобы вы пламенели. Я хотел бы искренне помолиться за каждого из вас, чтобы вы не опускали руки, не сдавались, чтобы взявшись за плуг, не оборачивались назад. Современный перевод говорит, взявшись за плуг и начавшись распахивать поле, не оборачивайся назад, иначе ты будешь неблагонадежен для Царства Божьего. Идите вперед, вы все прекрасные люди, люди, о которых Господь говорит, что когда-то вы были не народ, а сегодня вы Божий народ, вы его дети, вы его сыновья и дочери. Пусть Господь благословит вас, я хочу молиться за вас. Дорогой Отец, я благодарен тебе за этих прекрасных людей, которые посвятили свою жизнь тебе. Я благодарен тебе, Господь, за то, что они избрали путь, они услышали голос, твой голос, получили то откровение и вошли в то призвание, в то служение, в котором они находятся сейчас, неся Твое Евангелие, неся Твое истину в жизни людей, до которых уже многим нет дела. Я благодарен тебе за них, Господь, и они сегодня являются твоим инструментом. Я молю тебя, благослови их, могущественно наполни силою Твоей, Господи, чтобы сердце каждого из них, оно пламенело для Твоей славы, отображая Тебя, Господи, чтобы в их глазах был Ты, Боже, чтобы люди, которые их окружают, они увидели в них Тебя, чтобы они захотели служить такому Богу, которому служат они. Отче, я молю Тебя, Боже, пусть будет устройство в их служении, пусть будет устройство в том, что они сегодня делают, Господь, пусть они сегодня будут сфокусированы на Тебе, на Твоем Голговском кресте, пусть они следуют за Тобою, Господь, пусть они наполняются Твоим огнем, Господь, чтобы они приходили Твоему источнику в любое время и могли черпать, наполняться этой силой, эту живую воду Твоего Слова, и чтобы это Слово, Твоя истина, оно растворялось в их сердцах, в их жизни, веруй, Господи, укрепи их в могуществе силы и славы Твоей, благослови, это единство, благослови, это братство, Господь, тех людей, которые сегодня посвятили свою жизнь служению зависимым людям, тем людям, которые сегодня потеряли всякую надежду, но которых любишь Ты, я молю Тебя, благослови этот народ, пусть имя Твое будет прославлено, наш великий всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь. Аминь, Аминь, спасибо, спасибо, Андрей Евгеньевич, очень сильно благодарны за это слово, за это послание, верю, что каждый что-то для себя взял. Друзья, наше время сегодня, этого вечера, подошло к концу, но мы завтра также собираемся с 19 до 21.30 по Киеву, и Геннадий скинет за полчаса в 18.30 по Киеву скинет ссылочку, поэтому мы будем очень рады видеть вас завтра, завтра у нас будет открывать время Геннадий Каравай как психолог и заканчивать Надежда Шири как психолог, у нас сегодня начинали Рэбе и заканчивал пастор, а завтра начинает психолог и заканчивает психолог. Друзья, мы очень надеемся, что завтра у вас также получится присоединиться, спасибо вам большое всем, ложась спать, задайте себе такой вопрос, что мешает мне пламенеть, что мешает мне пламенеть, и пастор Андрей сегодня делился очень хорошим словом, пусть сегодняшние размышления перед сном у вас будут такие духовные, пусть Бог вас благословит, и Испания, спасибо, что вы присоединились, пастор Юрий и Денис, спасибо, друзья, надеемся, что завтра вы сможете к нам также присоединиться, друзья, всем хорошего отдыха, и увидимся завтра, хорошо? Пусть Бог благословит, пока! Можете писать отклики в группу, кому что было важно, что интересно, что зацепило, что было ободрением, в группу в Вайбере конференция «Два руки отклик» написать. Пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok